Всем хай, с вами Алекс и сегодня я бы хотел вам показать функцию полутон. Давайте добавим луп, вырежем его до сюда, сделаем копию, вставить, двигаем сюда. Давайте найдем такую функцию как объектные эффекты. Как она включается? Нужно нажать сюда. Теперь найдем темпич и найдем такую кнопочку как полутон. Смотрите что будет происходить. Нажимаю плюсик, теперь отодвинул вот так и у меня появилось сверху до диез. Это означает что луп у нас поменялся на полутон. Давайте послушаем как сейчас звучит. Если очень сложно понять что это у нас получились за аккорды, давайте мы нарисуем на миди. Как их подобрать? Смотрите, выбирайте любой плагин. Ну я вам советую выбирать пианино, если у вас луп пианино. Я использую пусто 4 такта. И теперь давайте нарисуем ноты. Итак, здесь у нас написано до. Значит мы нарисуем первую ноту до. Совпадает. Если мы поставим ре, оно у нас не будет звучать. Слушаем. Слышите, да? Фальш. Поэтому мы оставляем до. Значит здесь мы ставим до диез. Вот здесь. Теперь давайте мы из этих нот построим аккорд. Я предполагаю, что первый луп будет аккорд до мажор. Давайте это проверим. Теперь давайте до диез также сделаем. Я вам советую сделать так. Смотрите, если вы уже имеете аккорд до мажорный, то вам нужно просто его скопировать вот сюда. И давайте послушаем, что у нас получилось. Что мы выяснили? Когда мы крутим крутилку полутон, то каждая нота в аккорде отодвигается на один полутон. И теперь давайте возьмем этот луп и сместим на минус два полутона. Как у нас здесь будет происходить? Для начала мы возвращаем на нулевую позицию и отодвигаем на два полутона. Раз, два. И слушаем, что у нас получилось. И таким образом работает данный эффект. Кому понравилось видео, поставьте лайк. Если вы хотите чаще видеть видео по мюзикмейкеру, советую подписаться на мой канал и посмотреть мои предыдущие видео. А с вами был Алекс. Всем удачи и пока.